Теремок ТВ Сердце музыкой наполним Песню, спой со мной Ты песню, спой со мной Да, да, веселье нас ждет Эй, друзья, скорее вперед Солнце в путешествие зовет У-у-у, скуку прогоним В мужик путь хо-хо и лука Мы сидеть на месте не будем Пропадет тоска У-у-у, ты вдохни аромат Цветов У-у-у, и не нужно нам лишних слов Солнце светит всем на планете Мы прогоним грусть долой Песню, ты скорее спой со мной Да, 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 веселье нас ждет Эй, друзья, скорее вперед Кто сидеть на месте не будет Счастье тот найдет Счастье тот найдет Панда и петушок лука Новый друг Посмотри, какой прекрасный закат Закат и музыка всегда напоминают мне о прошлом Лука? Лука, хватит играть, я с тобой разговариваю или нет? Я тут, дедушка, так что ты говорил? Лука, внучок, мне кажется, пришло время отдать тебе это Ааа, твой путевой журнал! Ты правда хочешь отдать его мне? Да, я сделал эти записи, путешествуя по Китаю Смотри внимательно и найдешь в нем немало ценностей Ценностей? Это что, карта сокровищ? Да, карта сокровищ Просто смотри на мои фотографии и найдешь все ценности Ааа Давай, иди, чтобы я мог отдохнуть Да, спокойно отдохнуть Это бомбоковая штука, это шалаш на дереве? Дедушка! Ты что, все еще здесь? Ты уже должен быть на полпути к Китаю Дедушка, я... Не забудь свою гитару и счастливого пути Не нужно проводить все каникулы здесь Я только хотел сказать, люблю тебя, дедушка Береги себя, я поехал Немедлени секунды и береги гитару Помни, ты португальский петух Да, символ мира и удачи Никому не позволю испортить мне закат Моя первая остановка в Китае – Макао А потом поеду в Сычуань Просыпайтесь, солнце сейчас зайдет Просыпайтесь, просыпайтесь, просыпайтесь Мистер Медведь, пришло время фестиваля восхода солнца Пойдемте, смотри на ваш магазин Ой Ребята, куда вы меня ведете? Фестиваль восхода солнца Нам пора бегать Похоже, только я пришел посмотреть на восход Ола Что? Привет, я Лука, португальский петух Привет, меня зовут Хо-Хо Добро пожаловать на фестиваль восхода солнца Прости, но я приехал не на фестиваль, я ищу гору Гору? Да, как в дедушкином путевом журнале Он сказал, здесь я найду много ценностей А, подожди Да вот же она Смотри Посмотри на эту фотографию Дедушка был здесь Так ее вершина заснежена Я чувствую, как его дух зовет меня в путь Ты, наверное, голоден Пойдем ко мне Обещаю, ничего вкуснее ты не ел Ой, Хо-Хо, ты такой милый Я не хочу тебя беспокоить Никаких проблем Когда друзья приезжают к нам, то всегда останавливаются у меня Хе-хе-хе Ценности, сокровища Наверное, это не путевой журнал, а карты сокровищ Нужно придумать, как ее получить Добро пожаловать в шалаш, Хо-Хо Познакомлю тебя со своими чудесными друзьями Ола Я Лука Привет Они просто еще не проснулись Обычно они очень дружелюбные Пожалуйста, садись У меня уже все готово Это бамбук гунбао Жареный бамбук И кусочки бамбука в соусе Так это все... Из свежайшего бамбука Выглядит очень вкусно Что такое? Что-то не так тебе не понравилось? Нет-нет, все очень вкусно Просто я бы очень хотел изумрудного супа, как дома Давай я посмотрю в книге рецептов Ты, наверное, очень устал Давай провожу тебя в твою комнату Спасибо, Хо-Хо Хо-Хо Доброе утро Вы пропустили восход солнца Что? Уже все? Тогда я пойду снова спать Что? Не переживайте Завтра мы увидим еще один прекрасный восход Хе-хе-хе 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 Подождите Я забыл путевой журнал Хе-хе-хе Хе-хе-хе О, спасибо, что принес Еще увидимся Хо-хо У тебя такие классные друзья Да, они такие Хе-хе Хе-хе Еще посмотрим Э, прости Из-за фестиваля свободен только верхний этаж Хе-хе Здорово Мне нравится быть наверху Через несколько дней начнется сезон дождей Здесь так красиво А пока он не начался Я приглашаю всех посмотреть на прекрасный восход Ах Изумрудный суп Хе-хе-хе Представляешь У дедушки оказался рецепт этого супа Попробуй Точно так же, как дома Еще я нашел рецепт пробуждающего чая Теперь они не пропустят рассвет Пробуждающий чай? Но разве они не должны сначала проснуться, чтобы его выпить? Э-э-э Похоже, эту проблему все еще нужно решить Не беспокойся, я тебе помогу Ты? Конечно Я ведь петушок Я обожаю всех будить О нет, сезон дождей начался раньше Ну, я снова иду спать В этом году фестиваль пройдет под дождем Что, никто не увидит восход? Дожди будут идти несколько недель Нет никакого смысла всех сейчас будить Не переживай так, я с тобой Я португальский петух Я приношу мир и удачу Да уж, нам потребуется большая удача Мм? В дальний путь отправился Небо шло со мною рядом К цели подхожу спокойно Несмотря на все преграды Солнце светит всей планете Скуку мы долой прогоним Песню пой со мною, друг Скорее, все бежим! Дождь прекратился? Мне кажется, или кто-то поет Что? Я знаю, кто это! Что там такое? Что случилось? Это же Лука! Он принес мир и удачу Лука, начинай! А вы все подхватывайте Идем скорее! Подожди Кукарико! Смотрите! Солнце снова светит! Скорейте на крышу! Ух ты! Ничего себе! Невероятно! Лука действительно принес нам удачу Ух ты! Это так красиво! Лука! Ты что, уезжаешь? Мне пора Останься с нами хоть ненадолго Мы станем лучшими друзьями Пожалуйста, останься И сыграй нам еще Друзья, если бы мне не нужно было Выполнять дедушкину просьбу Я бы точно остался Спасибо вам большое Я вас никогда не забуду А теперь Кто нас сфотографирует? Нет, чуть правее Немножечко правее Так, да Прощай, друг Прощай, друг Я буду скучать по тебе, Хо-Хо Я тоже буду скучать, Лука Хо-Хо-Хо Что? Не может быть Как же я раньше не заметил Хо-Хо-Хо Я нашел ту гору Хо-Хо Ой, Лука, наверное, заблудился Хо-Хо Лука Лука Что такое? Это и есть та гора О которой говорил мой дедушка Можешь остаться со мной И будить нас каждое утро Мы станем лучшими друзьями Пик свиста О, дедушка А что это за песня? Об этой прекрасной песне Я узнал во время путешествия Но и не могу вспомнить ее окончание Возможно, однажды ты ее разучишь И исполнишь для меня А, это был сон У меня не получается О, Лука Доброе утро Как ты себя чувствуешь? Знаю, знаю Сегодня я не смог всех разбудить Думаю Чашка травяного чая тебе поможет Возможно, у тебя простуда Я не простужен Просто не очень хорошо спал Я громко храпел ночью Да дело не в тебе, Хо-Хо Мне снился мой дедушка Скучаешь по нему? Нет, просто Я обещал дедушке сделать кое-что И до сих пор этого не сделал Ну ладно, это не важно Займемся уборкой Подержишь для меня лестницу? Я немного боюсь упасть Хо-Хо, не волнуйся Я помогу, ты не упадешь Хорошо, я тебе верю Попробуй посвистеть Это отвлечет тебя от страха высоты Эй, Лука Держи лестницу Прости, Хо-Хо Скажи, откуда ты знаешь эту мелодию? Какую мелодию? Хо-Хо Мелодия, которую ты насвистывал Очень похожа на ту, которую дедушка играл на гитаре Правда? Насколько я знаю, эта мелодия Очень популярна в наших краях Дедушка однажды сказал мне Что, путешествуя по Китаю Он наткнулся на эту песню Но он записал только ее половину И он хотел, чтобы я выучил вторую часть И исполнил ее для него Ты знаешь, где ее найти? А что написано в дневнике? Там может быть что-то об этой песне Посмотрим Ничего, ничего Здесь ничего нет ни о какой песне Что это? Это ноты Думаешь, это та же песня? Но тут нет окончания Не сдавайся, Лука Учитывая, что этой песенке много лет Кто-нибудь точно знает ее окончание Я уверен Послушай, ты узнаешь эту песню? О, конечно Дай подумать Так, где же я слышала эту песню? Помнишь ее окончание? Нет, не помню Но она мне очень знакома Только не могу вспомнить, где слышала Мы знаем! Да, мы ее точно знаем Вы знаете окончание этой мелодии? Да А почему вы хотите узнать? Мы хотим научиться ее играть Это то, чего очень хотел мой дедушка Он надеялся, что я разучу окончание И сыграю для него Мы знаем того, кто точно знает Идем Кажется, они ищут сокровище Очень хорошая старая мелодия Это одна из моих любимых песен Но я не слышал ее уже много лет Мы хотим спросить вас о ней Мой дедушка говорил, что она была очень важна для него Все верно, он любил эту песню Но он забыл вторую часть Мы хотели бы разучить окончание Я давно знаю эту песню Но совсем не помню, где я ее слышал Она будто всегда была у меня в голове В наших краях каждый знает эту песню А вы помните ее окончание? Нет, я забыл Это мелодия древняя, как горы Идите на пик свиста И там вы найдете ответ на свой вопрос На пик свиста? На пик свиста? На пик свиста? Отлично Сокровище будет моим Пойдем Пик свиста? Вы не дойдете Туда нужно прыгать и лазать И плейть! Мне все равно Я должен найти то, что ищу Запомните, дети Ветер даст вам ответ Алюша Прекрасно Эти двое еще не дошли Я добуду сокровище первым Как думаешь, что мы сможем там найти? Не знаю Но я очень рад, что ты идешь со мной Ладно Обезьяны не шутили о дороге Путь очень сложный Мы почти добрались Я держу тебя, Хо-Хо Не волнуйся Чуть-чуть не хватило Похоже, нам еще очень далеко идти Угу Отлично Думаю, самое сложное мы прошли Ладно, я ошибался Нужно переправиться Та-дам Хо-хо, ты справишься Ты можешь мне доверять Я буду свистеть, чтобы подбодрить тебя Продолжай свистеть Хо-хо, ты справился Хо-хо, ты справишься Хо-хо-хо Хо-хо 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 я ничего не вижу мы заблудились придется идти назад смотри под ноги лис что ты здесь делаешь привет ребята я тут гуляю ого тут так высоко ничего не понимаю почему здесь ничего нет а где же сокровище ты прав здесь ничего нет старик обезьяна пошутил он провел меня возможно он прав нет мы должны здесь что-то найти последняя часть песни видимо где-то спрятано это музыкальный инструмент прости что затащил тебя сюда хохо не говори глупости мы же лучшие друзья и у нас было отличное приключение ну что ж давай выбираться отсюда у вечер даст вам ответ на вопрос эй лука постой я понял здесь на пике свиста рождается мелодия наконец-то я услышал дедушка теперь я знаю всю мелодию и однажды смогу исполнить ее для тебя поразительно лука морковный взрыв морковь сегодня пахнет прекрасно я наклеил свое фото на каждую морковку это морковь мой подарок вам большое спасибо кролик это морковь сегодня станет прекрасным ужином она выглядит превосходно откуда у тебя корзина с морковью кролик только что дал мне ее кролик нам дал эту корзину морковью что мы будем делать со всей этой морковью нам нужно вернуть часть кролику пусть он лучше отдаст морковь тому кому она действительно нужна кролик привет ребята хотите взять морковь послушай у тебя отличная морковь кролик она самая лучшая на свете вот только нам не нужно так много ну ладно а можете оставить ее у себя на ночь зачем нам хранить ее у себя сейчас я покажу вам зачем бум в этом году у меня небывалый урожай мой дом переполнен и все норы тоже забиты тут ровно двадцать четыре тысячи шестьсот одна морковка если мы не съедим всю морковь в ближайшее время она испортится мы с лукой тебе поможем не переживай нельзя допустить чтобы эта морковь пропал а у кто-нибудь дома да в чем дело привет сегодня замечательный день мы принесли тебе корзину вкусной моркови О, спасибо. Но... Вот, посмотрите. О, нет. Я забыл, что уже угостил её морковью. Предложим кому-нибудь ещё. Желаю удачи. Вот, посмотри. У нас есть корзинка хрустящей вкусной моркови, которую мы дарим тебе. Очень мило, но... У меня уже достаточно еды. На твоих иголках есть место ещё для нескольких. Эта морковь просто супер хрустящая. В этом году столько моркови, что я уже забыл, кому её раздал. Может, мистер обезьяна хочет? Видимо, нет. Такая вкусная морковь. Мы не сможем всю её раздать до того, как она испортится. Эй, а что, если мы раздадим всем морковь, не похожую на морковь? Ну, как вам? Это защита от солнца. А также от попадания пота в глаза. А после тренировки ты сможешь съесть морковь. И восстановить энергию. Они не только симпатичные, но и на сто процентов натуральные. И подчёркивает цвет твоих глаз. Эти серьги красивые. Мне нужно вам... Осторожно! А-а-а-а! Ох, мне так нравятся эти серьги. Но они очень тяжёлые. Цвет тебе очень идёт. Можно изменить размер. Просто откуси, сколько тебе нужно. Пойдём, покажем друзьям наши новые серьги. Да. Ха-ха, идём. Вперёд. Если вашим друзьям понравятся серьги, скажите им, чтобы они нашли нас. Из моркови получается отличный жилет, не так ли? Думаю, для тебя он будет незаменим. Ведь ты занимаешься доставкой. В жилете тебя будет видно издалека. Стильно и надёжно. Он очень хорошо сидит на мне. Спасибо, ребята. Да! Моя морковь теперь суперпопулярна. Нам удалось раздать... ...только 75 морковок. Даже меньше корзинки. Я никогда не вернусь к себе в дом! Осторожно! О, нет! Всё ещё тяжёлые. Нужно ещё откусить. Ешь столько, сколько хочешь. У нас много моркови. Мы дадим ещё. О, я решила замариновать всю остальную морковь. Замариновать? Да, маринованная морковь вкусная. И она может храниться месяцами. Все очень любят есть маринованную морковь. Все любят? Да. И она хранится месяцами? Угу. Научи нас мариновать морковь! Ладно. А теперь положите всё в кастрюлю. Пусть кипит. Итак, где морковь? Сюда! Привет! Хорошо, вы можете положить всю морковь в кастрюлю. Хорошие новости. Все узнали о маринованной моркови и хотят её попробовать. Ух ты! Отлично! В итоге нам удалось найти хорошее применение для всей моркови. А значит, ты можешь вернуться к себе домой. Подождём, пока замаринуется. Откуда это шипение? Это звук, издаваемый при мариновании, да? Да, думаю, ты прав. Нам пора домой. Дадим банкам постоять и потом попробуем. Завтра всё будет готово. Уверен, все будут в восторге. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... со счета, сколько у нас заказов. Спасибо тебе. Большое спасибо. Я не знал, что мне делать с моей морковью. Если бы не ты, она бы испортилась. Даже страшно об этом подумать. А маринованная морковь будет потрясающей на вкус. Даже лучше обычной. Я очень довольна. Сегодня у вас будет много дел. Не буду отвлекать. Мы принесем тебе маринованную морковь на пробу. Спасибо, но у меня уже есть своя. Я чуть не забыла приоткрыть крышки у банок. Приоткрыть крышки? Ну да. Если не ослабить крышки... Постойте. Я не сказала вам, что это нужно сделать? Это так важно? Они шипели, значит, промариновались. Они шипели? О нет. Шипящий звук бывает, когда, понимаете, маринованные овощи выделяют газ. И если давление... О нет, это не очень хорошо. Что мы скажем друзьям, которые заказали маринованную морковь? Вы потратите очень много времени на уборку. На вкус эта морковь все равно очень хороша. О, привет! Включи телевизор! Ни за что не угадаешь, что в новостях. Срочные новости. Только что с неба пошел дождь из маринованной моркови. Это шокировало местных жителей. Ах, маринованная морковь вкусная. И какой интересный способ ее доставки. Морковный дождь! Ух ты! Морковный дождь, это обещало. Мне нравится морковь. Согласно последнему прогнозу погоды, в лесу будет морковный дождь. Но, кажется, все это мы очень рады. Что ж, давайте тоже выйдем под этот морковный дождь. Берите сколько, сколько хотите. Маринованная морковь вкусная. Такая же замечательная, как та, которую приготовила я. Я наберу большую миску, пока дождь не закончился. Наконец-то ты можешь пойти домой. Теперь все убрано. Я могу сесть и насладиться своей морковью. Самая большая звезда Музыка Потрясающе! У нас будет отличное празднование годовщины дома на дереве. Хо-хо, что тебя так обрадовало? Мисси пригласила самого популярного певца в лесу, мистера Реда. Он выступит у нас на празднике. Мы должны всем рассказать эту новость. Нет-нет, Лука, я хочу, чтобы это стало для всех сюрпризом. У нас три дня, чтобы подготовиться к концерту. Мистер Обезьяна, прими душ. Нельзя, чтобы наш таинственный гость увидел тебя в таком состоянии. Таинственный гость? Кто это такой? Понятия не имею. Я не могу вам сказать. Кто же это такое? Мы не знаем. Не угадайте и не пытайтесь. Это большой сюрприз. Ну и ну, я полечу домой и приготовлюсь. Большой сюрприз, я в нетерпении. Мистер Обезьяна, иди в душ. Загадочный гость прибудет вечером. Ну и ну, как любопытно. Интересно, кто же этот гость? Понятия не имею. На сегодняшнем празднике у нас будет вкусный бамбуковый банкет для всех. Небо шло со мною рядом. Цель и подходу спокойно, несмотря на все преграды. Солнце светит всем на свете. Мистер Обезьяна! Скажи, это ты только что пел? Нет. Не могу поверить. Я слышал прекрасное пение. Прошу, спой для меня. Лада, Лада. Видимо, это все же был не ты. Ты не видела того, кто сейчас пел? Нет. Я никого не видела. О-хо, нам некогда разговаривать. Пока. Ладно, может, мне показалось. Да? О-хо, плохие новости. Мистер Ред плохо себя чувствует. Его выступление отменяется. О-хо, нет. Я скоро приду, и подумаем, что можно сделать. Ой, что делать? Все друзья ждут концерта. Похоже, мне придется выступить вместо мистера Реда. Э-э-э, Лука, я знаю, у тебя прекрасный голос, но ты не совсем подходишь на роль таинственного гостя. Ты прав. Но кто может заменить мистера Реда? Больше никто не поет так прекрасно. О-хо, я думаю, есть кое-кто. Нам просто нужно пойти и найти его. Пойдем со мной. Хе-хе-хе. О-хо. Может, спросим мистера обезьяну? Не нужно. Он пел для меня в бамбуковой роще. На роль певца он не подходит. Э-э, ладно. Хотите, чтобы я вам спел? Выступать перед зрителями сложно. Я знаю. Так ты споешь для меня? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ладно, ладно. Спасибо, мистер Лист. Ла-ла-ла-ла. Эй, постой, не уходи! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спасибо, мне уже пора идти Я люблю морковь, я люблю морковь Все любят морковь, йоу Это было неплохо, но все равно не то Ну, Лука, что скажешь о моем голосе? Он отличный Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла Да-да-да, да-да-да Мне пора Похоже, мне померещился этот голос Нам придется рассказать всем правду Все будут разочарованы Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла Эй, мистер обезьяна! Ты опять испачкался? Да, ты прав Ну, ладно, пока Он пел очень хорошо Хо-хо, никому пока не говори Надежда еще есть Идем со мной Ты нашел кого-то? Доверься мне Я везучий португальский петушок Ты вдохни аромат цвета Это голос, который я слышал Мы его нашли Давай подойдем поближе Мистер обезьяна, идем Не уходи, ты нам очень нужен Хотите, чтобы я был таинственным гостем? Я не могу Я ужасно пою Ты и сам это знаешь Ты справишься Мы слышали, как ты пел в лесу Это превосходно Твое пение потрясло меня Да Нет, я правда не могу Постой Это ты поешь? Солнце светит всем на планете Мы прогоним груз долой Пожалуйста, спой нам еще разок Нет Разве я смогу заменить мистера Рен? Когда все увидят меня вместо него Они будут разочарованы Давайте просто забудем об этом У меня есть идея Ребята, успокойтесь Таинственный гость скоро придет А сначала поприветствуйте на сцене миссии Как дела? Все отлично Мистер обезьяна, идем со мной Скорее Эй, мистер обезьяна Тебе снова нужно в душ С работы Поверь в мистера обезьяну Таинственный гость Выходи Начинаем Таинственный гость Таинственный гость Таинственный гость здесь Прошу, окажите ему теплый прием И спойте эту песню вместе с ним Дальний путь отправился Небо шло со мною рядом В цели подхожу спокойно Несмотря на все преграды На деревьях птиц так много Я послушаю их песни Радостью наполнит сердце И тоска навек исчезнет Солнце светит всем на планете Скуку прогонит Сердцем музыкой наполним Песню спой со мной Ты песню спой со мной Да, да, веселье нас ждет Эй, друзья, скорее вперед Солнце в путешествие зовет У-у-у-у, грусть мы прогоним Песню спой со мной, о-да Мистер Абезьян! Мистер Абезьян! Это же мистер Абезьян! Мистер Абезьян! Молодец! Молодец, мистер Абезьяна! Эй, мистер Абезьян! А? Мистер Абезьян, выходи на поклон! Мистер Абезьяна, слышишь толпу? Не бойся! Это все для тебя Они... Они зовут меня? Именно! Все любят тебя! Поверь в себя! Продолжай петь! Мистер Абезьян! Мистер Абезьян! Эй, друзья, скорей вперед! Солнце путешествия зовет! У-у-у, грусть мы прогоним Песню спой со мной, о-да Мистер Абезьяна! Ты преодолел страх перед сценой! Споешь для меня еще разок! Угу! Ля... Не спеши! Не торопись! Давай! Ты вдохни аромат цветов! День дружбы Хо-хо! Привет, друг! Доброе утро! Ты не мог бы мне помочь с этим? Конечно Так вот, нормально? Чуть выше Ну, а сейчас? Чуть ниже Ну, хотя лучше немного выше Ну, ты же сказал мне, что... Идеально У меня тоже есть кое-что для Дня Дружбы Укрикул! О-о-о Выглядит здорово Но как нам использовать катапульту во время Дня Дружбы? Есть много способов использовать ее Наши друзья могут по очереди стрелять из нее Например, арбузами, листьями Или сыром И даже друг другом Постойте! Мы не должны этого делать в День Дружбы В этот вечер мы отнесем дружеские открытки на гору Уже двадцать лет эта традиция неизменна, Лука Ах, ну почему не завести новую традицию? Игры на День Дружбы! Нет, это испортит традицию фестиваля О-о-о О-о-о О, нет, я так и знал, что катапульта приведет к катастрофе Слушай, приятель, это не проблема Мы здесь приберем Я поставлю горшок на место А лапша на твоей голове все равно выглядит аппетитно Видишь? Нет, никакой катапульты Ты делаешь из мухи слона Если продолжишь так себе вести, я не дам тебе открытку Привет, дерьми Приветствую в доме на дереве Сегодня День Дружбы Вечером мы будем обмениваться дружескими открытками на горе Двадцать лет назад я приезжала сюда с клубом альпинистов И проводила тут время с моим лучшим другом, псом Вы с ним обмениваетесь открытками? К сожалению, нет О-о-о Он был хорошим другом Мы проводили много времени вместе Запускали змеев, гонялись и царапались Мы были так близки Так что же произошло? Пес сделал ужасную вещь Он подарил мне коробку Что было в коробке? О-о-о Нечто ужасное Я хочу переехать куда-нибудь подальше Но прежде я хочу в последний раз увидеть это место Приветствую в доме на дереве Спасибо, друг Кажется, ты дружелюбный парень Такова его натура Сегодня он особенно дружелюбен, потому что сегодня... День Дружбы! Однажды я бывал здесь с группой туристов Я познакомился с кошкой, которая стала моим другом Может, это... Честно говоря, она была лучшим другом из всех Но случилось кое-что ужасное Я не был здесь уже 20 лет Но сейчас оказался тут проездом И решил остановиться на денек Кажется, кошка, о которой он говорил Прошу прощения О, это ты... Сюрприз! С днём дружбы! Надеюсь, моя комната далеко от его Ха, я тоже Да уж, не думал, что такое может случиться в День Дружбы Эта дружба испорчена И нам нужно срочно восстановить их отношения Согласен Что ж, ты разрешишь мне использовать катапульту в День Дружбы? Эх, никаких катапульт! О, интересное приспособление Уверен, что Хо-Хо не хочет с ним поиграть? Мне тоже нравится Но он не хочет применять катапульту Эй, уберите свой мусор, дети Или хотите, чтобы я его убрал за вас? Мой дедушка придумал традицию День Дружбы – это повод собирать друзей По моему опыту, дружба заканчивается враждой Зря я пришёл сюда Давайте отменим День Дружбы Не волнуйтесь, я очень быстро верну им дух Дня Дружбы Вы же знаете, куда бы я ни пошёл, удача всегда идёт за мной День Дружбы – худший праздник в моей жизни За всю мою жизнь со мной не было ничего столь ужасного Он дал мне ту подарочную коробку, и внутри была змея Змея? Это была забавная игрушечная змейка Она обвинила меня, но я не клал туда эту змею Да? Кто ещё так поступит? Шутка зашла слишком далеко Я знаю, что это была игрушка Но та змея сильно меня напугала Ты видишь это? Это дружеские открытки Я готовила их каждый год, но никому так и не подарила Я подписывал открытки 20 лет Теперь могу их выбросить Кто положил это сюда? Не знаю, но уверен, скоро мы это выясним Должно быть, это Ами Чья это была идея? Никого нельзя пугать змеями Во-первых, это очень некрасиво Во-вторых, если уж хотите кого-то напугать То вам следует использовать игрушечную змею лучшего качества Однажды я положил в подарочную коробку очень реалистичную змею Это было чудесное время Но всё же я поступил неправильно Я... Как я и говорил, это было неправильно Как ты мог так поступить? Я просто немного пошутил Лука, разве тебе не нравится подшучивать? Да, но я не считаю смешным пугать кого-то Ещё и змеёй! Это точно не смешно! Кошка и пёс были лучшими друзьями Из-за тебя их дружба была испорчена Послушай, ты должен помочь им наладить отношения Ладно, ладно, я сделаю, что хотите О нет Я думал, что она останется в своей комнате Да ладно вам, сегодня же день дружбы У меня вдруг пропала петяна Почему бы тебе просто не сказать ей правду? Это твой последний шанс Подожди, кошка Я ни в чём не виноват Двадцать лет назад ты говорил то же самое Да, но ведь это правда Посмотри мне в глаза и скажи, что ничего не клал в ту подарочную коробку Нет, я такого не скажу Я так и знала Я не могу такого сказать, потому что я клал кое-что в коробку Там была моя открытка Я в замешательстве И не знаю, как резиновая змея оказалась там Я тоже не знаю Ладно, ладно Пёс сказал правду Это я положил ту игрушечную змею Я лишь хотел немного пошутить Так мы потеряли двадцать лет дружбы без всякой причины Ну дела Мне жаль, ребята Но, по крайней мере, теперь вы можете снова дружить Почему ты ни разу не писал мне за эти годы? Я писал, только ни разу не отправил тебе письма Смотрите Кукарик! Кошка, я очень хочу увидеть твою улыбку Пёс, хоть мы с тобой не виделись много лет, я всё равно считаю тебя лучшим другом Пёс Кошка Этот день дружбы удался на славу Точно, но я ещё не приготовил дружескую открытку Я тоже Но всё-таки ты должен признать, что Катапульта стала вишенкой на торте Дня Дружбы Так и быть, я признаю это Да! Хо-хо, ты мой лучший друг навсегда И я, конечно же, приготовил открытку И я приготовил открытку Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году В доме на дереве все друзья Вновь соберутся и мы, смеясь Откроем дедушке дневник Чтоб отыскать сокровищем тайник Друг настоящий незаменим Воспоминания мы храним О всех чудесных применах О преданных друзьях Субтитры создавал DimaTorzok